Библейский портал экзегет.ру представляет Достопочтимые друзья, братья и сестры! Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы будем читать 17 главу. В этой главе есть несколько тем. Прежде всего, это молитва Христа, которая называется первосвященнической, ибо Он произносит её, готовясь к принятию крестной смерти, и в то же время Он свидетельствует о том, что пришёл час славы Его. И мы читаем 17 главу с первой стиха и ниже. После сих слов Иисус возвёл очи свои на небо и сказал, «Отче, пришёл час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя!» Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на Евангелие от Иоанна пишет, «Беседуя о незлобе Христос ссылается на самого себя, повелевая от Него брать примеры. Поэтому и после этого увещания Он обращается к молитве, научая нас в искушениях оставлять всё и прибегать к Богу. Поскольку словами «В мире будете иметь скорбь» Он поколебал душу учеников, то молитвы опять ободряет их». Итак, Христос молится для того, чтобы нас научить в тяжёлые моменты жизни предаваться молитве. И те слова, которые Он произносит, они полны таинственного смысла. «Отче, пришёл час прославить Сына Твоего». Августин Блаженный пишет, это его трактат на Евангелие от Иоанна, говоря, «Отче, пришёл час прославить Сына Твоего». Он показывает, что всякое время и когда Он что-либо совершал, и когда позволял чему-либо совершиться, устроено было тем, то есть Господом, кто не подвластен времени. Пусть никто не думает, будто час этот пришёл по неизбежности рока. Нет, по божественному устроению. Никакая необходимость на небесах не требовала страданий Христа. Не дай Бог, чтобы звёзды понуждали умереть своего Создателя. Так что не время подгоняло Христа на смерть, но Христос выбрал время, когда принять смерть. Он же выбрал время, когда родится от Девы вместе с Отцом, от которого Он рождён вне связи со временем. Так пусть, говорит Отче, пришёл час тот, кто с Отцом устроил все часы. Он словно бы говорил, «Отче, избранный ради рода человеческого и моего прославления, пришёл час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Немножко непонятно, почему Богочеловек Христос и Иисус молятся. Ведь Он является Богом, а всё, что имеет Сын, имеет и Отец, и наоборот. Он молится не потому, что Он Бог, а потому, что Он ещё и истинный человек. Таким образом, научая нас прибегать к молитве в преддверии какого-то сложного часа в нашей жизни. И если Бог Христос сам для Себя выбирает время, когда Ему взойти на крест, то в нашей жизни это может произойти совершенно неожиданно. Поэтому нам лучше бодрствовать в каждом мгновении, чтобы день тот не застал нас внезапно. Поэтому мы живём, уповая на промыслы Божии, и при этом осознаём, если Господь попустит нам зайти на свою Голгофу, то Он выберет для нас самое удобное время. Потому что Бог творец пространства и времени, Он заботится о всём творении, и Он не попустит нам испытания сверх наших сил. Но в самом испытании пошлёт нам и некое облегчение. Итак, говоря о славе, которая Его ожидает, Христос имеет в виду Свою смерть, которую Он прославляет не только Себя, но и Своего Отца. А в чём заключается подвиг Отца, если мы говорим о смерти Христа? Подвиг Отца заключается в том, что Он и отдал Сына Своего Единородного нас ради человека и нашего ради спасения, жертву за наши грехи, дабы всякий верующий в Него не погиб бы, но имел жизнь вечную. А подвиг Сына заключается в том, что Он добровольно восходит на крест. Как бы это ни выглядело со стороны, как некое насильство над Ним, Он сам выбирает время и час и место своих страданий. В некотором смысле Он даже сам выбирает мучителей, которые будут истязать Его. Он выбирает и предателя, который предаёт Его. Иларий Пихтовийский свидетельствует о спасительном значении такой смерти. «Ни день, не время, а час, говорит Он, пришёл. Час – это часть дня. И что же это за час? Ему предстояло быть оплёванным, бечёванным, распятым. Солнце не заходит, а исчезает. И все другие элементы мира воспринимают Его смерть. Звёзды, чтобы не стать соучастниками преступления, не дали света, чтобы всего этого не видеть. И земля содрогалась под тяжестью Господа нашего, висящего на кресте, свидетельствуя о том, что у неё нет власти удерживать внутри себя того, кто умирал. Сотник же и те, которые с ним стерегли крест, возвестили, воистину он был Сын Божий. Творение обретает свободу через эту искупительную жертву. И камни не удерживают свою твёрдую прочность, а те, кто пригвоздили Его ко кресту, исповедуют Его истинным Сыном Божиим. Таким образом, час страданий Господа на кресте и час Его смерти – это час славы. Когда мы вспоминаем о христианских мучениках, иногда кому-то из нас может показаться, что они не проиграли. Потому что их убили, перед этим их мучили, и всё окончилось их трагической смертью. Но в действительности мученики всегда воспринимались церковью как победители. «Ведь борьба ведётся не за тело, а за душу. И когда мучители не могли сломить душу, заставить человека отреться от Христа, как признание своего бессилия, они умершвляли плоть, не могущие победить душу». И в этом смысле каждый мученик – он победитель. Потому что цель мучителей – не умертвить его. А если умертвить, то умертвить духовно. То есть их цель – заставить отречься от Христа. И когда мученики, несмотря ни на что, несмотря ни на какие страдания, они сохраняли верность Христу, они оказывались всегда победителями, а непобеждёнными. И Христос есть тот мученик, тот победитель, который одерживает победу за каждого из нас. Христос называется свидетелем верным в Новом Завете. Свидетель – это и есть мартирос, то есть исповедник, мученик. Ибо это слово означает человека, который свидетельствует своими страданиями и самой своей смертью, что то, во что он верит для него имеет огромное значение. И мы читаем далее второй стих. Христос продолжает молиться, так так как ты дам им власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему даст он вечную жизнь. Он говорит о себе. Ты дал ему, то есть он как бы говорит мне, власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он, то есть «Я дам жизнь вечную». Жизнь вечная – это дар побеждающей благодати во Христе и со Христом. И сразу возникает вопрос, а разве люди не были сотворены бессмертными? Да, душа человека бессмертна. Почему же тогда в Новом Завете говорится о Христе, как о том, который дает жизнь вечную? Имеется в виду, что Христос, как искупитель наших грехов, дает нам возможность войти в рай сладости. В противном случае мы бы попали бы в ад. А жизнь в аду не называется жизнью. Она называется смертью. Это смерть вечная. Вечная, то есть непрекращающаяся. А жизнью мы называем то, что связано с источником жизни, с Богом. Ибо о Нём сказано, что мы им живём, движемся и существуем. Это значит, что мы имеем жизнь вечную только тогда, когда мы в Нём. И без Него мы не имеем жизни, даже будучи живыми здесь на земле. И нам предстоит ещё только родиться свыше. Поэтому Христос обладает и нашей жизнью, и нашей смертью. То есть от Него зависит, куда нас отправить. И Блаженный Августин пишет, «А что власть над всякой плотью дана Христу Богом, надо понимать в отношении Его человеческой природы. Ведь что касается Его божественности, то им создано всё, что на небе, сах, и что на земле, видимое и невидимое». То есть власть даётся Христу не только как Богу, как Бог Он её имеет, ибо всё, что имеет Сын, имеет Отец, всё, что имеет Отец, имеет Сын, а она даётся Ему и как Человеку, который одержал победу над страхом смерти, над властью дьявола, над слабостью плоти, над любым человеческим несовершенством. Только поэтому Христос и может быть для нас примером, вдохновляющим нас, что Он был не только Богом, но Он был и человеком. Ибо подражать Богу практически невозможно. Что такое Бог и что такое человек? И власть Христа, как царя царей, она распространяется на весь мир. И только Христос решает, кому находиться в аду, кому в раю. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии, что надо бояться не того, кто умерщвляет плоть, а того, кто может и душу, и тело заключить в гиену. В некоторых изданиях Библии вот это местоимение «таго» пишется с маленькой буквы. Но это неправильно. Почему? Тогда получалось бы, что мы должны бояться дьявола, который может заключить наше тело и нашу душу в гиену. Дьявол вообще не имеет никакой власти. «Таго» – это значит Христа. И в церковных изданиях Библии это местоимение пишется с большой буквы. Надо бояться того, кто может и тело, и душу погубить в гиене. И это только Христос. И мы это видим, когда в день суда Он одних отсылает в гиену словами «идите проклятые в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелом его», причем воскресших, то есть уже в оплоте, а других приглашает в рай сладости, когда говорит «Войдите, благословенные, в покой мой». Поэтому наша жизнь или наша смерть они не принадлежат никому, кроме Господа. И далее мы читаем третий стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Вот это и есть жизнь вечная, когда мы верим в Бога Отца и посланного им в этот мир Иисуса Христа, Господа нашего. А тот, кто не верит в Бога Отца и в посланного им Иисуса Христа, тот пребывает во смерти. С точки зрения Нового Завета он еще и даже не родился, он не существует. Именно поэтому, беседуя с Никодимом, Господь говорит, тебе надо родиться свыше. Да, тот был неплохим иудеем, но он не был христианином, этот Никодим. Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на Евангелии от Иоанна восклицает, что значит, ты дал ему власть над всякой плотью? Когда же он, спрошу я еретиков, получил эту власть прежде создания людей или после? Ибо сам он говорит после распятия и воскресения. В самом деле, тогда он говорит, да нам не всякая власть, идите, научите все народы. Что же, неужели он не имел власти над своими делами, но только сотворил людей, а власти над ними после сотворения не имел? Но и в прежние времена он, как видно, все делает сам. Одних наказывает, как грешников, других, обращающихся, исправляет. А иных и удостаивает чести, как праведников, или тогда имел, а теперь потерял и опять получил. И какой демон мог бы изречь это, если же одна и та же власть, и тогда и теперь, как Отец воскрешает, говорит Христос мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. То, что означает это сказание. Он намеревался послать апостолов к язычникам, а чтобы они не сочли это нововведением из-за слов «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», он показывает, что это угодно и отцу. Что же значит над всякой плочью? Над всякой плочью. Ибо не все уверовали, что до его дела, то все уверовали. «Если же не внимали словам, то это вина не учителя, но не принимающих учения». Златоуст со всей категоричностью настаивает на том, что Христос всегда был царем, потому что он всегда был Богом, и до того, как родиться в Вифлееме, он предсуществовал как Сын Божий, как безначальный, предвечно рождающийся от Бога Отца. Света от света, Бога истина от Бога истины. И мы читаем далее. «Я прославил тебя на земле, молится Христос, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, отче, у тебя самого слабую, который я имел у тебя прежде бытия мира». Здесь Христос со всей очевидностью говорит о том, что своей жизнью на земле он прославил Бога Отца. С одной стороны, он показал Бога Отца, как он сам говорит, видевший меня, видела Отца. С другой стороны, он открыл намерение Бога Отца, ибо он говорил не свое, а то, что принял от Отца. И он действовал во имя Отца, научая нас ничего не делать от своей самостости, но все делать от того послушания, которое мы совершаем в нашей жизни. И далее Христос говорит, «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Что это за имя, которое имя Отца Христос открыл своим ученикам? Тартулиан в трактате о молитве пишет, «Имя Бог Отец никому не было сообщено. Даже тот, кто о нем спрашивал Моисей, услышал другое имя, нам же оно открылось в Сыне, ибо Сын ныне новое имя Отца, дабы светилось это имя, молимся мы». Тартулиан настаивает на том, что новое имя, которое Христос открывает ученикам, имя Бога, это слово Отец в его применении к Творцу. Как он открывает это имя? Он показывает, что он Сын Отца. Если есть Сын, у Сына есть Отец. Если есть Отец, у Него есть дети. В применении к Богу Отцу у Него есть Сын. И вот это имя, которое было открыто, оно свидетельствует о том, что Бог становится более чем доступным для нас во Христе и со Христом. Ибо во Христе и со Христом мы усыновляемся Богу Отцу. И когда Христос учит нас молитве Господней, Он предлагает начинать ее словами «Отче наш». Мы не говорим «Отче Христа». Мы это понимаем, это так. У Бога Отца единородный Сын, единственный Сын. Но по благодати во Христе мы усыновляемся Богу Отцу и становимся чадами Божьими. Вот эту тайну усыновления Христос раскрывает для нас в имени Бог Отец. То есть Он не только Отец Сына, Он Отец всех нас. По праву Творца Бог действительно виновник нашего существования, а по милости Он любящий Отец. И Христос меняет отношение к Богу. Например, когда ветхозаветные патриархи спрашивали «Как твое имя?» Господь отвечал несколько уклончиво «Мое имя чудно» или Иаков было сказано «Зачем тебе знать мое имя?» Когда Моисей вопрошал «Какое же имя Бога?» Бог сказал «Я есть тот, кто я есть со всей неопределенностью этого имени сущий». А во Христе мы открываем Бога как любящего Отца. Ни в какой другой религии нет такого отношения к Богу. И когда нас христиан, те же самые иудеи обвиняют в том, что мы объявили Богом Сыном Божьим человека, рожденного в Вифлееме, мы отвечаем им не только это. Мы раскрыли сыновство Бога в себе и вам предлагаем раскрыть сыновство Богу в себе. И когда мы говорим, что Христос Бог, мы имеем в виду во Христе и со Христом, что по благодати мы тоже приобщаемся к Божеству, к природе Божества, то, что называется обожение или восстановление подобия Богу, утраченное в грехопадении. Я открыл имя Твое человеком, которых ты дал мне от мира, они были твои, то есть ты их творец, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Действительно, слово Божие сохранялось в еврейском народе, даже тогда, когда они не соответствовали этому наименованию народ Божий. Был такой случай, он описан в житийной литературе, как один человек, сначала он жил в монастыре, потом он прельстился, решил вступить в брак, нарушил все обеты, и потом разочаровался, решил пойти в этот же монастырь. И когда он приходит в этот монастырь, монахи начали ругаться на него, кидаться палками, уходи, отступник. А старец этого монастыря подошел и поклонился ему до земли. И монахи спросили, зачем ты ему кланишься до земли? Ведь он отрекся от Христа, на что старец сказал, да, я знаю, что он отрекся от Христа, но Христос не отрекся от него. Я вижу Духа Святаго над его головою, я вижу благословляющие руки Христа Спасителя. Вот эта тема о том, что кто-то может отречься от Христа, но Христос не отрекается от него, это библейская тема, потому что она используется в Новом Завете в применении к еврейскому народу. Когда апостол Павел пишет, что Израиль не верен, а Бог верен, ведь Завет с еврейским народом заключался как Завет двух Бога и этого народа. Народ оказался неверен, а Бог верен, пишет Павел. Да, они оказались неверны, а Бог сохраняет верность этим людям. И мы видим, что история еврейского народа это какое-то фантастическое приключение, когда сначала фараон Египта решил их всех уничтожить и у него ничего не получилось. Потом мы видим, как их пытали уничтожить в одни эспирь и были написаны все бумаги и там подсуетился некий Оман и ничего не получилось. Римляне пытались полностью истребить этот народ уже тогда, когда этот народ перестал быть народом Божьим, когда они отреклись от Христа, распяли Христа. Это происходило в первом веке, вскоре после смерти Христа, когда была первая иудейская война, потом вторая иудейская война, и всегда ставился вопрос о полном истреблении евреев. А в 20 веке была программа полного решения еврейского вопроса, когда Третий Рейх во главе с Адольфом Гитлером постановил, что евреи будут уничтожены как нация, никто не будет оставлен в живых, и дети, и женщины, все, но народ выживает. Давно нету никаких ассирийцев, давно нет никаких вавилонян, давно уже нет никаких египтян, там живут арабы, огромные народы сошли со сцены мировой истории, и от них остались только наименования, а этот незначительный народ по своему количеству незначительный, он продолжает существовать. Даже тогда, когда он уже не верен Христу. Почему? А Бог остается верным своему слову. Ведь когда Авраам приносил жертву Исаака, в лице Исаака он приносил жертву весь еврейский народ. Если бы он зарезал Исаака, не было бы никакого еврейского народа. Это было бы окончательное решение еврейского вопроса. И Бог тогда поклялся, Он сказал «клянусь самим собой». Нигде больше нет такой клятвы Бога. А там Он сказал «клянусь самим собой, что я буду заботиться об этом народе, я благословлю его, я умножу его и так далее, и так далее». То есть наша неверность не может истребить верность Божию. И если мы крещены, миры помазаны, если мы причащались, как сказано в Писании, стоим ли или падаем мы, мы Божьи. И человек действительно может отреться от Христа, но это не значит, что Христос сразу отрекется от него. этот монах восстановился в своем достоинстве, потому что он его не терял. Ему казалось, что он все это потерял. Итак, Христос говорит о том, что они сохранили слово твое. Некогда евреи сохранили слова пророков, слова закона, а ныне христиане сохранили Новый Завет, слова апостолов, слова самого Иисуса Христа. И верность Слову Божию, она неизменно спровождает нас в нашей церковной истории. Ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я ишел от тебя и уверовали, что ты послал меня. Вот это пересвященническая молитва Христа о народе Божьем. И далее Христос произносит очень таинственные слова, которые очень любил Ориген, который веровал в предопределение, который очень любил Августин, который тоже веровал в предопределение, их очень любят кальвинисты, которые тоже веруют в предопределение. Здесь Христос в 9 стихе говорит «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». вот это очень серьезная проблема совершенно неожиданно Христос молится не о всем мире, а только о уверовавших в Него. И Кирилл Александрийский пишет «Но выше типов и подзаконных образов явившихся в последние времена первосвященник и вместе посредник Христос умоляет за нас как человек и и щедро благодетельствует нас как Бог вместе с Богом и Отцом раздающим благо достойным. Весьма ясно показал нам это Павел в словах «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Итак, умоляющий как человек потому что молится человек он Христос также и раздает как Бог будучи святым первосвященником непорочным и безгрешным он не за свои немощи как это обычно было для получивших подзаконные священства но напротив за спасение наших душ принес себя». О чем это? когда обычный первосвященник совершал жертвоприношение земной первосвященник он сначала совершал приношение за свои грехи потом за народ то есть человеческий первосвященник начинал с очищения самого себя Христу нету необходимости очищать самого себя он предвечный Бог и он абсолютно истинный безгрешный человек и он молится за нас то есть суть всех его молитв связана с нами потому что как Бог он имеет все а во Христе божественное человеческое в апостась един он называется первосвященником я вам неоднократно говорил о том что в своем истинном человечестве Бога человек Христос Иисус совершает три служения он царь он первосвященник он пророк православное догматическое богословие устанавливает что это три типа его человеческого служения как царя как первосвященника и как вернейшее пророческое слово как первосвященник он выполняет очень разную очень важную функцию очень важную функцию он молится за нас и ходатайствует за нас как и земной первосвященник входил во святая святых чтобы принести окропление крови козлов тельцов за очищение народа наш первосвященник Христос входит во святая святых на небеса не с кровью козлов или тельцов а со своей собственной кровью которую он пролил за нас на кресте и после того как царь он восседает одесной Бога Отца Бог Отец с этого момента смотрит на этот мир через раны своего Сына и видит нас не просто прощенными или помилованными он видит нас оправданными как бы никогда не совершавшими никакого греха преимущество нашего первосвященника Христа заключается и в том что он был искушен во всем ни один земной первосвященник не был искушен во всем у каждого человека есть свой набор искушений которые он по жизни несет и пытается избавляться от них если он верующий так вот Христос был искушен во всем сказано в Писании кроме греха то есть не было такого соблазна такого искушения которое бы не приблизилось к нему потому что когда он взял на себя грехи всего мира он взял на себя искушение всего мира какое-то преимущество составляет для нас огромное он понимает нас он который был искушен во всем может и искушаемым помощи то есть помочь пишет апостол Павел это преимущество нашего первосвященника еврейский первосвященник человек мог брезгливо относиться к грешникам но он мог иметь какие-то свои грехи но в целом это были люди вполне порядочные и когда такие люди видели людей не очень порядочных они их презирали во Христе нету тени презрения каждое искушение коснулось его если есть какой-то грех который очень тебя тяготит какое-то искушение которое ты скрываешь от всех Христос знал и это искушение ибо он был искушен во всем кроме греха в этом великое преимущество нашего первосвященника перед человеческими первосвященниками и это же наше преимущество мы имеем такого посредника который знает наше искушение знает наши грехи тяжесть наших переживаний Блаженный Августин пишет когда Господь говорил о тех кого уже имел учениками он среди прочего сказал я о них молю не о всем мире молю но о тех которых ты дал мне говоря о мире он имеет ввиду тех кто живет устремлениями мира и на кого не выпадает тот жребий благодати по которому они становятся избранными от мира и как он говорит не за мир а за тех кого ему дал отец молит он ведь самим фактом что отец дал их ему они уже перестали принадлежать к этому миру о котором он не молит затем он добавляет потому что они твои отец не утратил тех кого отдал потому что отдал сыну а далее сын продолжает и все мое твое и твое мое и все таки Христос умер за грехи всего мира об этом пишет Иоанн Богослов в своем первом соборном послании он пишет Христос умер не только за наши грехи но и за грехи всего мира то есть Христос умер не только за наши грехи то есть грехи уверовавших но и за грехи всего мира то есть неуверовших почему зачем он Он принёс полноту спасения в этот мир и искупил грех каждого с той целью, чтобы в день суда ни один грешник не смог бы сказать ему «Иисус, Ты не умер за меня! Ты умер за своих любимчиков, избранников! Мои грехи не были омыты Твоей кровью!» Никто этого не сможет сказать, потому что Христос умер не только за грехи наши, спасённых благодатью, но и за грехи всего мира. А может ли мир воспользоваться очистительной силой крови Иисуса Христа, если он умер не только за грехи верующих, но и за грехи неверующих? Может, но для этого мир должен согласиться со значением этой жертвы, то есть покаяться и принять крещение. Это как минимум. И далее мы читаем «Христос говорит, и всё моё Твоё, и Твоё моё». Вот это самое великое свидетельство Христа о своём божестве. То есть всё, что имею я, имеет Отец, всё, что имеет Отец, оно моё. «И я прославился в них». То есть Христос прославился в тех, кого Он искупил своей кровью. Но мы уже выяснили, что в этом же и слава Бога Отца. Когда Христос молился, «Отче, пришёл час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Надо сказать, что домостроительство нашего спасения – это дело всех лиц Святой Троицы. И каждый из лиц Святой Троицы принимает самое деятельное участие в деле нашего спасения. Бог Отец – виновник вообще нашего существования, впрочем, как и Сын, и Дух Святой. Бог Отец послал в этот мир Сына, Сын пришёл в этот мир, чтобы стать жертвой за наши греки, действием Духа Святаго нам усвояются добродетели Христа и заслуга Его смерти. «Я уже не в мире», – восклицает Христос, «но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Христос мечтает о том, чтобы мы были едины, как и Он, един с Отцом. А как Он един с Отцом? Всё, что имеет Отец, имеет и Сын, всё, что имеет Сын, имеет и Отец, это мы уже прочитали, неужели такое единство возможно между христианами наподобие того единства, которое имеет Сын с Отцом и Отец с Сыном? Я неоднократно объяснял, что, когда преподобный Сергий избирает наименование для обители во имя живоначальной Троицы, это было связано с тем, что христианский мир был очень разобщен. Христианский мир Древней Руси был очень разобщен. А надо было консолидировать княжества русские для противостояния Орде. Поэтому это было не только религиозное решение, но и политическое решение назвать обитель во имя живоначальной Троицы. Потому что Троица – это призыв к единению, абсолютному единству, в том числе и военному, военно-политическому единству. И когда Сергий узнал, что некоторые княжества, земли новгородские, нижегородские, они решили отложиться от Москвы, он пришел в земли Нижнего Ногорда, и там забрал все антиминцы и сказал, никакой службы не будет, пока не признаете московскую власть. С точки зрения сокуляризированной логики, а что выше литургии? Но Сергий рассуждает иначе. Он рассуждает так, как сказано в Нагорной проповеди, если ты принесешь дар твою преджертвенникам и вспомнишь, что брат твой имеет на тебя, не ты на брата, брат на тебя. Оставь дар твой преджертвенника, пойди прежде, примирись с братом, тогда придешь и принесешь дар твой. Христос хочет, чтобы христианский мир был един, как он един с Отцом. И та трагедия, которая сейчас разворачивается, когда сложности во взаимоотношениях с Константинополем, от нас как бы удаляется Афон, как будто уплывает куда-то. И это трудно объяснить, это трудно понять. Не только наша церковь сейчас литургически не общается с Константинопольской, антиохийский патриархат, а литургически не общается с Русалимским патриархатом. Почему? Потому что дьявол молил сеять нас как пшеницу, так разбрасывать. А Христос хочет, чтобы мы были вместе. Поэтому церковное единство – это соборное единство. И вызов единству Церкви – это оскорбление единства лиц Святой Троицы, которые пригласили нас к этому единству, когда Христос говорит «Будьте едины, как я с Отцом». И мы должны являть это единство Христа с Отцом во взаимоотношениях друг с другом. Один христианин с другим, один приход с другим, одна епархия с другой епархией, одна поместная церковь с другой поместной церковью, один патриархат с другим патриархатом. Но когда этого не достигается, возможно, наступают времена Антихриста, потому что сила зла – это сила разобщения, в отличие от действия Троицы, которая объединяет, потому что Троицы – это союз любящих, Бог-Отец предвечно любит Бога-Сына, Бог-Сын предвечно любит Бога-Отца, и они пребывают в любви Духа Святого. Я уже не в мире, но они в мире. Почему Христос говорит, что Он уже как бы не в мире? Он здесь имеет в виду в том, что Он уже принял вот эту реальность, которая Ему предстоит, хотя борение, оно все-таки будет еще продолжаться. Я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Пересвященническая молитва Христа – это молитва о единстве Христовой Церкви. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, то есть Иуды, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Иметь радость Божию в собственном сердце пребывать в единении с Богом и ближними. Радость совершенная – это то состояние, к которому мы всегда должны стремиться. Она же есть радость будущего века, и блаженный Августин в трактате на Евангелие от Иоанна пишет, что же за радость эта, о которой он говорит, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Это прояснено уже выше, когда он говорит, чтобы они были одно, как и мы. Вот эта радость его им, самим, им, апостолам, данная должна, как он говорит, стать в них совершенной. Именно ради нее, как сам свидетельствует, он говорил в мире – это мир и блаженство грядущего века, и если хотим снискать все это, то в веке нынешнем нужно жить сдержанно, праведно и благочестиво. А как единство церкви связано с тем, что мы в нынешнем веке живем сдержанно, праведно и благочестиво. А разделение всегда происходит из-за чего? Из-за каких-то земель, из-за каких-то территорий, из-за каких-то политических амбиций, кто-то там взятки какие-то дает кому-то и так далее, и так далее. А когда мы живем сдержанно, праведно и благочестиво, здесь нету повода для ссоров, для пересудов. Ну, например, Антиохийская церковь перестала причащаться с Иерусалимской. Из-за чего? Из-за прихода в Катаре. Представляете, Катар – это исламское государство. И там все-таки удалось создать христианский приход. Удалось. Так вот, два патриархата поссорились из-за этого прихода. Кому он принадлежит? В чей он должен быть юрисдикцией? Апостол Павел пишет, не плотские ли ли вы, если между вами есть споры, если между вами есть какие-то столкновения? Это неприлично для христиан пребывать в таком состоянии. И далее мы читаем «Я передал им Слово Твое». То есть, молитва Христа продолжается. «И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». То есть, нас ненавидят прежде всего за то Слово, которое мы несём. я бы хотел сказать, что нас ненавидят за то, что мы живём иначе, чем люди в миру, но на самом деле мы недалеко опередили людей, живущих в миру, и во многих случаях у нас те же нравственные и моральные проблемы, как в Писании сказано, что весь мир в грехе лежит. Но мы сохраняем Слово. Даже об иудеях отступниках апостол Павел в послании к римлянам пишет, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания великое преимущество во всех отношениях, а наипаче, в том, что им верено Слово Божие. Мир нас ненавидит за то, что мы держимся этого Слова. Я не говорю, что мы живем по этому Слову, но мы стремимся покорять себя этими Словесами. Реальность греха в церкви, в миру – это некая такая неизбежность трагическая. Дух противится плоти, плоть противится Духу, и вообще это результат древнего грехопадения. Человек в беззаконии зачинается, во грехе рождает его мать его, но мир ненавидит нас. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Почему Христос не молит Отца, чтобы Он взял нас из мира? Потому что есть великая миссия каждого христианина с одной стороны осолять этот мир, то есть предотвращать от гниения нравственного и морального, с другой стороны совершать свой апостолат в этом мире. И апостолат совершают не только священнослужители, но и миряне. не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла, то есть когда они пребывают в этом мире. Они не от мира, как и я не от мира. Действительно, мы не от мира. И грех, совершенный неверующим, и такой же грех, совершенный верующим, есть совершенно разные реакции на один и тот же грех, то, как смакуют грехи безбожники, и то, как трагические христиане переживают собственное падение. Освяти их истинною твоею. Слово твое есть истина. То есть, оказывается, мы освящаемся Словом Божиим, которое мы читаем, изучаем, исследуем, потому что оно проникает внутрь нашего сердца. Это и есть те семена, которые Господь сеет в этом мире. И если они падают на добрую почву, то приносят обильный плод. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. А какой истиной? Выше он сказал, слово твое есть истина. И Христос есть истина, он сам говорит, я есть истина, и Дух Святой есть истина, и мы нуждаемся во всякой истине. Давайте посмотрим, как святые отцы столковывают эти слова «они не от мира, как и я не от мира». Цезарий Артский, древнехристианский экзегет, очень искусный экзегет, пишет «Есть два града, братья возлюбленные, один град земной, другой град райский, первый полон трудов, второй покоя, первый полный несчастья, второй блаженства, кто живет в грехах в первом, тот не может попасть у второй. Мы должны быть странниками в этом мире, чтобы удостоиться жительства на небесах. Кто же любит себе мир и желает оставаться его гражданином, тому нет места на небесах. Ведь мы тем доказываем, что мы странники, что стремимся в нашу отчизну. Пусть никто не обманывается, возлюбленные братья, для христиан отчизна на небесах, а не здесь. Сограждане наши, ангелы, родители, патриархи и пророки, апостолы и мученики, царь наш Христос. Давайте так жить в нашем странничестве, чтобы стремиться, покуда мы здесь, к нашей отчизне. Очень полное духовного смысла слова действительно отчизна наша на небесах в том смысле, что мы здесь не чувствуем себя на своей территории. Мы, как странники и пришельцы, которые проходят мимо красот этого мира, которые, если на мгновение задерживают взгляд на чём-то, потом отворачиваются и идут дальше. Земная церковь так и называется – странствующая и воинствующая, в отличие от небесной торжествующей церкви. Христос просит «Освети их истинною Твою, слово Твое истинно!» Августин восклицает. Возможно задаться вопросом, каким образом они были уже не от мира, если они ещё не были освящены истиной, то есть Духа Святаго ещё не приняли, или если уже были освящены, то почему просит их освятить не потому ли, что и уже освященные продолжают совершенствоваться и возрастать в святости? И не делают они этого без помощи благодати Божией. Это Он освящает их возрастание, как осветил и само начало Его. То есть они ещё не дошли до Пятидесятницы, но так как само Слово Божие освящает человека, меняет человека, сама истина Божия, само действие, призывающее благодати, уже действие очищения, то этот процесс начался, и он не прекращается до смерти христианина, духовное совершенствование. «Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоей, слово Твое есть истина». Мы действительно не от мира. У нас как-то не очень получается в миру, потому что нам приходится совмещать наши христианские идеалы с динамикой греховной этого мира, и мы немножко выглядим, как пятое колесо в телеге. У нас другие интересы, у нас другие предпочтения. Да, в чем-то сходно мы с этим миром, но в нас уже присутствует другой мир, и мы распознаем своих чужих. Я, может быть, часто рассказываю, такой момент был интересный в моей жизни, объявили, что собираются одноклассники, с которыми я учился до восьмого класса. Я поехал с такой радостью, я думал, сейчас я приеду, я вспоминал, как в детстве мы ходили часами, разговаривали, и раз мы встретились, я смотрю, а о чем говорить-то? О погоде? О чем? Ну, там, кто-то начал рассказывать про каких-то цыган, которые с ним рядом живут, кто-то там начал обсуждать президента Медведева, ну, мы так сели, там, общий стол такой сделали, и я понял, что за эти годы что-то изменилось. Действительно, мы становимся другими людьми, мы встречаемся с родными и близкими, но если они не близкие нам во Христе, о чем с ними говорить? Нам ближе женщина, которая стоит рядом с нами в храме, мы можем даже не знать ее имя, но она молится вместе с нами, чем нежели наши там братья, сестры, у которых какие-то странные интересы. Мы даже не заметили, как мы перестали быть такими странными людьми, как люди этого мира. И что же мы удивляемся, что мир на нас реагирует так взволнованно и говорят, вы какие-то, вы христиане, какие-то странные люди. Мы и они, это два разных мира. И нам никогда не простят того, что мы вырвались из их мира. Как многие христианки рассказывают, что когда они идут утром в храм, там уже на лавочках сидят другие сверстницы и говорят, о, пошла, пошла, пошла молиться, всю жизнь плясала, гуляла с мужиками, пила, курила, пошла молиться, святая стала, святая. Помолись за нас, там, в догонку кричат. Я говорю таким сестрам, не обращайте внимания, это дьявол, он страшно ревнует, что вы покинули его мир. Главное, как сказано в Писании, взявшись за плух, не оборачивайся назад. Иначе можно искривить борозду. Далее Иисус молится о всех верующих в Него. Здесь как бы Он молился больше об учениках. Не о них же только молю, то есть не только об апостолах, но и о верующих в Меня по слову их, то есть о тех других христианах, которые уверуют по слову апостолов, когда апостолы после вознесения Сына Божия пойдут по миру проповедовать. То есть это молитва за нас. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они. Да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Сколько раз Христос повторяет это слово – едины, едины, все едины. Молитва Христа, Его предсвященческая молитва – это молитва о соборном единстве в любви. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, доведют славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, то есть имя Бога, как любящего Отца, и открою, то есть любовь Божия будет совершаться в нашей жизни все больше и больше, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет и Я в них. Оказывается, Христос хочет вести нас в предвечную любовь лиц Святой Троицы. И Он говорит, да любовь, которой Ты возлюбил Меня, в них будет, а как такое может быть, и Я в них. Ведь Церковь есть тело Христово, а Он есть глава Церкви, и так как Бог, Отец любит Бога, Сына, то, любя Сына, в Сыне Он любит и нас. А когда мы входим в жизнь Христа, когда во Христа крестившись во Христа обликаемся. Помните эти молитвы на крещение? Во Христа крестившись во Христа обликлись. Блаженный Августин восклицает, как еще та любовь, которую Отец возлюбил Сына, пребывает и в нас, если не в силу того, что мы члены Его, то есть составляем с Ним одно тело, и возлюблены в Нем потому, что Он весь возлюблен, то есть и головою, и телом, потому Он добавил «Я в них», словно бы говорил, потому что «Я и в них», в одном смысле Он в нас, как в храме своем, а в другом смысле Он тоже в нас, как в частях Его самого. Когда Он вычеловечился и стал нам главою, мы стали телом Его. Итак, христианин является тем храмом, куда Христос входит в святых дарах, когда мы причащаемся Его тела и крови. христианин пребывает в общении со Христом, когда Он вступает в церковь, в которой есть тело Его. И здесь единение всех христиан имеет огромное значение. И Павел, понимая это, говорит, «Рука, не скажешь ли ты ноге, ты мне не нужна». Действительно, как одна часть тела может раздавать с другой частью тела, это все равно, что в нашем собственном теле начнется восстание рук против ног, а ног против рук. Это будет безумие. Но если глава церкви Христос, то такое не может произойти. Августин пишет, молитва Спасителя завершена, начинаются страдания, пусть окончится и наш разговор, чтобы мы перешли к его страданию, ибо он дарует такую милость. Итак, пусть окончится и наш сегодняшний разговор, наша беседа, потому что мы окончили изучение 17 главы, за ней следует 18-е, где говорится о страданиях Сына Божия, и далее говорится о том, как Слово умолкло на кресте, и перед этой тайной мы тоже умолкнем. Спаси Господь! Слово на кресте, Продолжение следует...